Приветствую всех! Сегодня у нас четверг, 20 января, и первый в этом году выпуск передачи Москва железнодорожная, которая выходит каждый первый и третий четверг месяца. Но в этом году первый четверг пришелся на новогодние праздники, каникулы, поэтому его не было. Ну а вот передача этой. Ну а вот третий четверг уже сегодня как раз, и поэтому передача на своем месте. Ну и давайте посмотрим, что у нас происходит на Московской железной дороге, какие у нас новости. Ну и первым делом скажу, что вышла статистика по 2021 году, и за декабрь 2021 года перевозки на Московской железной дороге составили более 61 миллиона пассажиров, что почти на 19% больше, чем за декабрь 2020 года. Ну и во многом это было, это связано с тем, что в декабре 2020 года были, помните, такие еще ограничения, да, связанные с эпидемией. Ну там не было, как в 2020 году, конкретно вот этих специальных QR-кодов, да, и проезд только лишь по разрешениям, да. Но все равно определенные ограничения были, многих посадили на удаленку, вот в конце прошлого, ну вернее даже уже позапрошлого года, и в начале прошлого года 2020-го только отменили ограничения, если помните, как раз в конце января, вот прошлого года. Вот, и поэтому многие просто не пользовались железной дороги, а работали из дома удаленно, или просто сидели дома. Пережидали, скажем так, это время, поэтому вот с этим во многом связано как раз вот это вот, повыше такое большое повышение перевозки пассажиров. Ну а всего за 2021 год было на московской железной дороге перевезено 685 миллионов пассажиров, вот, из них на электричках 664 миллиона, вот, в основном, то есть электрички. Ну дальнеследные все-таки не так многие люди пользуются, а в основном, конечно, электричками, что больше, чем за 2020 год на 21%, вот видите, на 21% больше, прежде чем в 2020 году. Ну опять же, это связано только с тем, что это вот во многом, в 2020 году, помните, какие были большие серьезные ограничения, связанные с передвижением именно из этой эпидемии, когда она как раз появилась, и вот, тогда вообще, ну, скажем так, дома посадили на 2,5 месяца фактически, да. Очень многих людей, апрель, май, там, начало июня, вот. Ну а теперь далее, значит, сейчас у нас началось строительство нового, новой платформы, нового остановочного пункта, который будет называться Ольгина, вот, и находиться он будет между платформами Кучино и Железнодорожная. Это Горьковское направление, вот, и, соответственно, сейчас там вот начинается строительство, будет построена островная платформа с навесом на всю длину, как сейчас принято встроить уже. Мост Конкорс, который обеспечит выход на платформу из города Железнодорожного, ну, и также будет выполнять развитную функцию, соединит улица Молодой Ленинс и Носовихинское шоссе, вот, как раз, рядом с этой платформой. Это все улицы города Железнодорожного. Вот, ну, и, соответственно, сейчас там сначала будет построена временная пока платформа, вот, а потом уже постоянная. И когда построят временную платформу, а ее построят уже вскоре, где-то к лету этого года, 2022-го, то начнется масштабная реконструкция и самой станции Железнодорожная, которая будет конечной станцией будущего МЦД-4. Там полностью снесут старое здание вокзала и также существующие платформы. Две платформы, вот, и, соответственно, значит, будут построены новые две платформы с навесами тоже на всю длину. И самой большой вообще на московской железнодороге, ну, на МЦД, по крайней мере, Москонкорс с 15 эскалаторами и 7 лифтами. Вот. Ну, и, кроме того, также, в общем, этот Москонкорс обеспечивает выход не только на платформу, но и свяжет улицы Пролетарская и Октябрьская, это города Железнодорожного. Также, кроме того, вскоре начнется реконструкция железнодорожной платформы Леонозова с Овелского направления, этот МЦД-1. И тогда эта платформа будет полностью обновлена. То есть там снесут все платформы, которые сейчас есть, и построят две новые платформы боковых. И два подземных вестибюля построят, которых сейчас нету. Вот. И один из них будет связан с новой станцией метро, которая сейчас там строится на Дмитровском шоссе, неподалеку от этой платформы. И второй будет примыкать к тоннелю под Леонозовским проездом, который рядом с этой платформой проходит. Ну, кроме того, новую платформу перенесут в сторону области, ну, ближе туда, в сторону платформы станции Марк, на 100 метров примерно будут они находиться, нежели те, которые сейчас находятся. То есть немножечко этот пункт Леонозов, он переедет ближе к мосту, да, вот, по которому проходит Дмитровское шоссе. Но это специально сделано, чтобы как раз было ближе к новой станции метро Леонозово, то есть они как бы будут связаны. Вот. Ну, а после окончания строительства новой уже обновленной платформы Леонозова, переход через железнодорожные пути будет демонтирован, который сейчас там есть. Также открылась обновленная платформа Шугарова по Велевскому направлению, это Ступинский район, она плана реконструкция около года, и вот там заменили фундамент, все покрытие, установили навесы, светодиодное освещение, вот, новые указатели и скамейки. Вот. Эта платформа снова открылась. Также на новой платформе Минская, это киевское направление, которое войдется в будущее МЦД-4, завершается уже отделочная работа. Эту платформу откроют весной этого 2022 года. Вот. То есть Аминевскую открыли в прошлом году, в конце прошлого года 2021, ну, а Минскую откроют, вот, она будет находиться между Матвеевской и Очаковой, а она откроется, вот, как раз... Нет, она будет между... Это Аминевская между Матвеевской и Очаковой, а, соответственно, Минская, она между сортировочной и Матвеевской. И ее откроют вот весной этого года, полтора года уже ее строят, и, в общем-то, тут построили два новых моста через Минскую улицу, железнодорожных моста. Один двухпутный, другой однопутный. Вот. И по ним уже движение идет с 2021 года. Первую платформу мы сейчас возвели с навесом на всю длину. Это Минская. Тоже светодиодная освещение. Навигация, ну, все как обычно. Эскалаторы, лепты. Вот. Ну, и сейчас строят вторую платформу. Вот. И также еще будут строить третий однопутный мост через Минскую улицу тоже. Так что три моста будет. Один двухпутный и два однопутных. Вот. Ну, и, кроме того, также эта вот платформа Минска, она будет связана с новой станцией метро через вестибюль подземный, вот, где будут турникеты, кассы. Ну, и там же будет переход на метро. Вот. Через небольшой такой навес, скажем так. Ну, вот такие вот основные новости, да, касающиеся московской железнодороги. Кроме того, также сейчас идет строительство транспорта на Нижегородском направлении, на Горьковском, транспортно-пересадочном узла около платформы Серпо-Молот в рамках Киевско-Горьковского, нового диаметра МЦД-4. Ну, я показывал строительство. Там все перегорожено, метро Площадь Ильича, между платформой Площадь Ильича и платформой Серпо-Молот. И там сносятся здания, уже очень много снесли. И торговые центры, которые там находили, сейчас этот снос продолжается. Там практически все здания снесут. Вот. И торговый центр Огошко снесли. Так что и другие, и Гранд-Сити снесли, и другие всякие фабрики там сейчас сносят, знак сносят. Вот. Возможно, и будут сносить также и Орлан, вот, также и Мосхимфар препараты. Ну, короче, вот эти все заводы, которые, фабрики, которые там находились, сейчас либо сносятся, либо под угрозой сноса находятся. Ну, и там будет, так называемый, культурный кластер. То есть, короче, всякие торгово-развлекательные, выставочные пространства. Ну, и сама это вот МЦД-4, присадочный узел между метро и железнодорожной платформой. Также на Казанском направлении идет подготовка под запуск диаметра МЦД-3, третьего диаметра Ленинградско-Казанский. Ну, и там, в основном, идут работы по обновлению инфраструктуры, созданию новых путей на Казанском вокзале, а также около платформы Электрозаводской. То есть, вот, на участке от вокзала до платформы Электрозаводской. Вот. Ну, на Киевском направлении, да, устроится новая платформа Минская. Кроме того, также строится эстакада, по которой пройдет вот этот вот красдиаметр Киевско-Горьковский. То есть, будет переход с Киевского направления на Горьковское, через Белорусское. И вот там строится эстакада, где будут новые платформы Поклонная, Деловой Центр, Камушки, Звенигородская. Вот как раз дальше, чем... А дальше этот диаметр МЦД-4 это будет, он вольется уже через Белорусский вокзал, вот, Соединительную Алексеевскую ветку, которая тоже сейчас довольно активно реконструируется, там будет и новая платформа. Марина Роща, которая тоже сейчас строится между платформой Дмитровская. И Ржевская, ныне Рижская. Вот, так что, тут работы по истружении этой эстакады, многокилометровые, идут довольно большим ходом. Ну, также, естественно, идет продолжается реконструкция платформы Каланчевская. И вообще, всех путей, многих путей на Курском вокзале. Ну, участок Курская-Каланчевская, такой довольно обуженный, сейчас он довольно активно расширяется. Строятся мосты, также обновленная платформа Каланчевская. Ну, и кроме того, также на Курском направлении строится новая железнодорожная платформа Печатники, которая будет соединяться с одноименной станцией метро. Ну, и еще будет построено метро Печатники, Большой кольцевой линии. И существующая станция метро, также Салатовой ветки. Так что, там будет две станции метро и новая железнодорожная платформа Печатники. Так что, такой достаточно большой транспортный узел. Вот. Ну, и кроме того, также на Савеловском направлении продолжается строительство, ну, скажем так, обновленной платформы Тимирязевская. Реконструкция этой платформы Тимирязевская. Первая платформа от Савеловского вокзала. Там ее фактически заново строят, но на том же месте, но заново. Вот. Ну, и вот скоро будет обновление платформы Леонузова. Я уже говорил об этом. Ну, и также еще продойдут работы между Белорусскими и Савеловскими вокзалами на МЦД-1. Это Белорусско-Савеловское направление. Там, соответственно, делается второй путь, потому что один путь это мало. И второй путь делается там, где улица Бутырский вал проходит. Вот как раз там вот параллельные же выемки проходят железнодорожные пути. И вот как раз там сейчас большая работа проходит по расширению этих путей, чтобы больше можно было поездов пропускать. Ну, и, соответственно, с этим связаны многие отмены аэроэкспрессов, аэропорт Шереметьево, ну, и вообще электричек по МЦД-1. Короче, там сейчас в расписании довольно большие изменения. Вот с конца прошлого года идут. И там тоже полную плодовую строительство. Так что, как видите, достаточно активные работы проводятся. Вот. Где-то, соответственно, модернизируют существующий диаметр. Где-то ее подготовка к сооружению новых диаметров. Так что на Московской дороге тут достаточно все оживленно. Ну, по крайней мере, на многих направлениях. Вот. Ну, и вот я, чтобы было понятно, где были сегодня нижние котлы, это вот это. Видите, тут написали Нагатинское, скобочек Нижние котлы. Но это как бы старое уже считается название. Ну, вот видите, платформа находится рядом с Вашарским шоссе, имеет удобную пересадку на метро Нагатинское. Рядом здесь вот на площади строится так называемый транспортный пересадочный узел. Хотя, конечно, по сути дела, это будет... Там нужды в этом узле никакого нет. А просто это будет очередной торговый центр. Ну, может, с небольшой транспортной составляющей, скажем так. Вот здесь находилась деревня прямо рядом с платформы Нижние котлы. Как раз дальше она уходила фактически туда, ближе к Москве реке. Ну, здесь вот это пространство довольно большое занимало. Были деревянные дома, проселочные улицы. Сейчас уже, конечно, трудно поверить. А здесь дальше будут тянуть дорогу, вот здесь пока все эти безымянные проезды. Это вот здесь промзона, как раз Верхние котлы. Вот эту всю территорию занимает между Варшавским шоссе и, соответственно, здесь вот речкой Котловкой. И туда дальше, вот до метро Нагорно. Это все вот промзона Верхние котлы. Ну, по сути, уже бывшая. И сейчас тут фактически ничего не работает. И тут будут тянуть дорогу, да. Сейчас пока тут безымянные проезды, вот, в принципе, по которым довольно сложно проехать. Там пустырей довольно много. Ну, на месте снесенных зданий, производствах и так далее. Вот. И будут здесь тянуть дорогу от Варшавского шоссе до электролитного проезда. Ну, и дальше туда, вот до улицы Ремезова. То есть, вот это пространство, оно все будет соединено дорогой. Вот. Ну, и, соответственно, вокруг будут строить жилые дома. Так что эту промзону ждет довольно большая жилая застройка. И строительство домов, оно уже идет. Здесь около метро Нагорное. Можете видеть, вот, строится новый жилой комплекс Top Hills. Я, кстати, недавно его показывал. Также дома по реновации здесь вот будут строиться. Для переселенцев в программе реновации. Вот. Из Нагорного района. Так что, в общем, потихонечку эту промзону тут довольно активно реорганизуют. Вот. Ну, так что вот так вот. Такая платформа. Ну, и чтобы было понятно, да, что тут происходит часы пик, вот я покажу такую небольшую фотографию. Да, вот люди выходят с Подмосковья едут, да, то есть из Видного, из Домодедова, из других районов. И вот они выходят с электрички, да, вот приехала электричка на Москву, да, вот здесь выходит. И сразу же прям вот устремляется в единственное, так сказать, возможный выход в город, да, на метро пересадку. Это вот этот как раз турникетный зал. И видите, какое столпотворение. То есть все выходят, расстояние короткое, и тут же упираются в турникеты. Ну, понятно, что у кого-то не сработало, у кого-то что-то там, как говорится, нет билета, пытаются там пройти. Ну, и так далее. Ну, и просто элементарно. Там нету возможности пропустить такое количество пассажиров. В итоге, конечно, фактически устраивается давка во многом, да. То есть, я не знаю, как вообще электрички тут ездят. Это вообще довольно небезопасно. Ну, вот представляете, сколько народу, да. А вот вы говорите, что вот кто-то защищает всякие там человейники и прочие такие вот здания. Ну, представляете, что будет, если в Москве еще строить жилье, да, в ближайшем Подмосковье, и этот процесс не остановить. Ну, просто будет вообще невозможно не то, что там попасть сюда, да. Здесь просто выйти будет практически невозможно. Потому что будут просто люди стоять вот в тамбурах, да, где-нибудь, и все. И вокруг будет сплошной, так сказать, людской поток. То есть, будут пробки не из машин, как часто бывает, да, вот пробки обычно, как говорят, машины, да, а пробки из людей. Потому что люди просто будут сплошной толпой, сплошной стеной стоять вот и выйти, не войти, не выйти, фактически невозможно. Представляете, как это? И это происходит тут каждое утро, ну, скажем так, в будние дни. Конечно, выходные народу поменьше, а в будни это каждое утро происходит, вот часы пик, где-то вот так вот, 8-9 утра особенно. Ну, такие вот вещи происходят. Ну, и дальше там уже метро тоже фактически очень трудно бывает войти. Тут уже, так сказать, там рядом буквально метро. Потому что тоже люди идут со стороны Варшавского шоссе, тоже разные потоки, да, с автобусов приезжают отсюда. И оттуда, и отсюда, и в итоге все это там тоже скапливается, и, короче говоря, конечно, полный кошмар. Потому что Москва, конечно, она явно не рассчитана на такое количество людей. Да и, ну, и кроме того, еще взяли перекрыли турникетами, что тогда, по крайней мере, хотя бы турникеты бы не делали, вот. А было бы хотя бы открытое пространство, и людям было бы, ну, как раньше было, да, и входов-выходов тут было несколько сразу, да, без всяких вот этих вот препятствий. Тогда бы как-то хотя бы людям можно было бы более свободно перемещаться. Ну, а так все упираются в эту вот стенку турникетную, и ни пройти, ни выйти. Ну, это как бы так вот, к слову, да, чтобы просто подкрепить мои слова и иллюстрации наглядно.